Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф и благодарю всю нашу прекрасную аудиторию, которая приходит нас посмотреть, послушать, которая собирается у своих экранов каждый вечер или делает это уже потом в записи в удобное для вас время. В любом случае, друзья, я обещаю, что сегодня у нас будет крайне интересный вечер, потому что и гости у нас сегодня особенные. У нас есть возможность подбить итоги и недели, которая заканчивается, ну и, конечно, попробовать спрогнозировать, а что же может нас ожидать в ближайшем будущем. В любом случае, друзья, помните, что для нас крайне важно ваше участие, ваше присутствие, ну и, конечно, ваша активность. Помните, что ваш лайк позволяет нам попадать в рекомендации к другим зрителям и пользователям YouTube. Если хотите, то самое большое, самое простое объяснение – это то, что благодаря вашему участию мы расширяем аудиторию тех людей, которые могут слышать правду, правду о войне в Украине. Поэтому ваш лайк крайне для нас важен. Ну и, конечно, для нас будет большой честью. Если вдруг вы только познакомились с нашим YouTube-каналом, подписывайтесь, оставайтесь с нами, поверьте, нам всегда интересно. Днем смешно, вечером вы получаете эксклюзивную, очень профессиональную и качественную аналитику. Ну и, конечно, всех и каждого, наши люди, кто с нами уже давно, знают, что мы всегда стартуем с приветствия. Я хочу знать, откуда приходит наша аудитория, нас смотрите, слушать, кто наши люди. Я, как и всегда, работаю для вас из Киева. Вижу, что уже и Питер, и Харьков, и Одесса к нам присоединились. Здравствуйте, добрый вечер, бравары вместе с нами приветствую. Певничная Голландия, доброго вечера. Ванковырщина, долучается, дякуюсь, чего вы из нами. Армянск с нами на связи, здравствуйте. Кузатский край, фастивщина, доброго вечера. Харьков, Чыкае, Батуми с нами. Здравствуйте, добрый вечер, Киевой Рог к нам присоединяется. Спасибо большое, друзья. И помните, пожалуйста, что теперь все наши зрители Днепр, добрый вечер. Кто находится за границей, я знаю, что таких у нас очень много, вы можете поддерживать развитие YouTube-канала Курбанова Лайф с помощью суперчата, супернаклейки. Как и всегда, я напоминаю, что все детали и подробности вы можете найти в самом чате. Функция недоступна для Украины, но, как всегда, чат мы знаем, как правильно использовать. И, конечно, друзьям, донатить, донатить и поддерживать вооруженные силы Украины – это крайне важно. Помните, что QR-код, который вместе с нами на протяжении всего стрима – это как раз легкий способ перейти на счет, созданный для вооруженных сил Украины, для поддержки нашей армии в Национальном банке. Ну и что, друзья, гости у нас сегодня, я уже сказала, особенный все, потому что для нас это будет премьера, мы сегодня будем и знакомиться, ну и, конечно, разбираться в том, в какой точке истории, в каком моменте мы сейчас находимся, чего мы достигли за эту неделю, что нас будет ждать впереди. Я с большим удовольствием приглашаю к разговору «Фикрет Шабанова», который у нас появляется в эфире. «Фикрет, здравствуйте, добрый вечер, спасибо большое, что вы вместе с нами». Добрый вечер, Аллена, приветствую вас и ваших зрителей. Благодарю. Спасибо большое, друзья, хочу напомнить вам и сказать, что ниже окна трансляции в описании к нашему сегодняшнему стриму вы можете найти ссылку на авторский YouTube-канал «Фикрет Шабанова», потому что ясно, что у нас сегодня то, что называется впервые, а вот чаще и больше следить за аналитикой «Фикрет Шабанова» вы можете, конечно же, на его YouTube-канале. «Фикрет», конечно, я думаю, что первый вопрос не станет какой-то сенсационный, потому что он будет посвящен этой неделе, тем событиям, которые проходили в Вильнюсе. Вы знаете, что для нас было крайне важно принимать участие, важно, что говорили о судьбе, о будущем Украины. Ну и мнения разделились приблизительно на два лагеря. Кто-то говорит, что «Вау, прекрасные достижения», кто-то говорит, что ничего не изменилось, Украина не стала членом военного альянса, а значит, все по-прежнему боремся сами. Как вы для себя объясняете, подбиваете итоги этого саммита? Что для вас было самое главное? Ну, для меня ничего удивительного не было. То есть я имею в виду итогов саммита НАТО, дело в том, что НАТО решало свои задачи, а те задачи, которые она перед собой ставила, условно говоря, после 2014 года, она выстраивала свою конструкцию безопасности, отдельные члены государства, а я, члены НАТО, государства выстраивали свою безопасность, то есть это делалось под группы межгосударственные или группа государственных, но это все являлось единой системой безопасности НАТО. То есть, в принципе, то, что, условно говоря, Украину не приняли, ну, это же было ясно, в принципе, даже после заявления господина Байдена о том, что он предлагает модель Израиля, то есть израильскую модель безопасности, потому что Украина, условно говоря, имеет право на получение гарантии безопасности после Будапештского саммита. Но так как она имеет право, но никто ей этого права не дает, вот, и поэтому сейчас ее взоры обратились на, так скажем, страны НАТО, на эту организацию или на определенные государства, с кем она выстраивает свои отношения. В данном случае одним из крупных государств мирового уровня является Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки предложили достаточно прозрачным, открытым текстом вам формат государственного оформления вашей безопасности, то есть израильская модель. Это было закономерно. Вот и все. Ну тогда давайте поговорим о том, что мы для себя очень легко понимаем, да, если бы мы стали или были членами военного блока НАТО, то нам кажется, что опять статья статута НАТО, это как раз вот тот зонтик, который позволяет избежать войны, то есть либо ядерное оружие, либо коллективная безопасность. У нас нет ни первого, ни второго, и ни первое, ни второе в рамках этого саммита мы не получили. Ясно, нас будут поддерживать финансово и в военном компоненте, но это как для нас самое главное, мы понимаем, что не закрывается возможность повторения этой войны через 10, через 20, через 5 лет, ну то есть наверное дата не столь важна. Как вы считаете, Европа не хочет или не может сделать так, чтобы Украина присоединилась? У нас, откровенно говоря, самая большая протяжность границы по суше с Российской Федерацией, то есть без Украины сложно себе представить, чтобы Россия оказалась в таком себе кольце. Так вот, это страх или какая-то прагматическая позиция? Нет, что вы, это прагматизм, это холодный расчет, и я на других каналах говорю, у вас повторю, это просто бизнес. Здесь ничего удивительного нету, потому что если посмотреть, как паутиной окутаны отношения стран Запада с Россией, или вообще в мировом сообществе между собой страны, то мы с вами должны понять очень простую вещь, здесь всегда превалирует холодный расчет и, условно говоря, уступают какую-то позицию, когда выбирают более выгодную для себя. Это первое. Если мы говорим о военно-стратегическом положении, то Россия необходима США для уравновешивания ядерных боеголов в отношении или против Китая, потому что Америка все больше открыта, все чаще и все реже заявляет о том, что Китай является ее врагом. Иногда дипломатически говорят, что это экономический конкурент, но не более. Но на самом деле мы с вами понимаем, что идет война за Азиатско-Тихоокеанский регион, потому что это близко к границам США. Здесь Россия, ей очень стратегически необходимо. То есть Украина была приманкой для России, Россия будет приманкой для Китая. Таким образом, большие мировые правители решают свои вопросы. Не будет. Я хочу сказать, что, к моему большому сожалению, систематическая ложь, которая льется в эфирах Украины из разных утюгов, накачивая народ патриотизмом. Это нужно, это важно. Во время Второй Карабахской войны мы это пережили. Кстати, некоторые украинцы нас поддерживали, за это им спасибо. Но нужно же еще говорить трезвые, прозрачные вещи, что есть еще и плохой вариант. Что нам нужно сделать, чтобы избежать попадания в яму, попадания в какой-то коллапс. То есть невыходной или невозможно выбраться из этой ситуации. То есть вы должны научиться просчитывать все свои плюсы и минусы. И самым маленьким багажом плюсов, которые у вас есть, вы должны очень щепетильно и рационально воспользоваться, чтобы одержать победу. В противном случае вы это все разбазарите. Я не думаю, что, во-первых, победа очень рядом и близко. Ведь господин Байден в начале войны заявил, что это война надолго. Дальше папа Франциск заявил, что война надолго. То есть у нас больше нет плана. Она умыла руки и сказала, что это война надолго. Так что слово надолго, это не означает все время активная фаза. Может быть, пассивная фаза. Например, замораживание на каком-то этапе войны, ведение войны партизанскими группами, терроробороной, местного уровня, ДРГ, диверсионно-разведывательной группировки. И там небольшими обстрелами. Но вот такой классической полномасштабной войны, они могут ее заморозить, они могут ее развивать. Все зависит от геополитики людей или государств, которые переформатируют мир. Не более. Потому что, когда мы начинаем говорить о том, что да нет, мы же самостоятельная страна. Ну, я возьму о своей стране. Ну, что мы можем противопоставить американскому в 1 трлн долларов? Что мы можем противопоставить американскому военному бюджету в 1 трлн долларов? Что мы можем противопоставить, так скажем, одной из высших форм нового метода ведения войны, то есть технологической войны? Мы же этими ресурсами не обладаем. Поэтому мы должны здесь для себя определить свои стратегические задачи, то есть как минимум, хотя бы по максимуму, чтобы рационально воспользоваться своими возможностями, получить минимум. А если, в принципе, не имея стратегических задач, расширивая или раздавая свои минимальные плюсы, возможности, мы, естественно, потеряем даже то, что мы имеем. Поэтому я считаю, что, к моему большому сожалению, Украина попала в капкан людей, которые переформатируют мир. Как же из этого выбраться? Ну, ответ, понимаете, в человеческом факторе. Все зависит от каждого гражданина Украины, от простого человека, что на селе, что в армии. Я, наверное, повторюсь, я до вас говорил в эфире, если в России она называется специальная военная операция, то это понятно, это какая-то, так скажем, условно антиперрористическая операция, и там могут работать дискотеки, рестораны и так далее, и так далее. Но если в Украине она называется отечественная война или освободительная война, то у вас не может так же, как в России. Или вы называете эту войну так же специальной военной операцией, или освобождение своих территорий должно касаться каждого гражданина Украины. Я повторю свою фразу, не может простой украинец Харькова в окопах в крови смотреть, как другой украинец ездить на Ламборджини в Киеве. Это не война. Она должна быть народная. Это государство должно в этом участвовать. Я снова повторюсь, всем мироуправителям много планов строят, но знаете секрет того, что вы еще не проиграли именно в вашем народе? Дело в том, что секрет украинцев пока не поддаются исследованиям, не имели понимания, потому что по плану за три дня Киев должен быть другим. Но не власть этому не оказала сопротивление, это простой украинский народ. Поэтому сейчас, мне кажется, я могу ошибиться. Если война не будет для всех войной, не думаю, что это быстро произойдет, то есть окончание войны, а уж тем более вашей победы. Как только вы к этому придете, к этому пониманию, что это общенародная война, то я думаю, что тогда, какой бы большой слон ни был, даже маленький муравей может его победить. Я хочу сказать нашим зрителям, что кто последит за вашим интервью, он, конечно, знает, что вы человек, который не будет заниматься пропагандой и не будете рассказывать вещи исключительно приятные слуху, то есть у вас есть такая характеристика, режете по-живому, имейте на это абсолютное право, и я, например, это очень ценю. Единственное, что я хочу сказать все-таки из истории той же Второй мировой войны, мы помним, что даже оккупированные территории или оккупированные страны, они продолжали жить, да, или те страны, которые продолжали бороться, как Украина или там Советский Союз, там тоже далеко не везде, не в каждом, не каждый регион превратился в разрушенный Киев или там Сталинград и так далее. Поэтому жизнь, она продолжается. У всех разная своя мотивация жить той жизнью, которой они живут, или в окопе, или в клубе. У нас военные тоже по этому поводу говорят самые разные вещи. Кто-то говорит, что чем лучше живут в тылу, тем лучше со своей работой справляются вооруженные силы Украины. Кто-то говорит, нет, все должно быть переведено на военные рельсы, и тогда можно выиграть. Но пока мы вот 15 месяцев держимся в таком состоянии, хотя абсолютно вся страна, мне кажется, финансово как раз поддерживает нашу армию. То, что касается, когда вы говорите о том, что мы зажаты между двумя мирами, геополитическими большими игроками, тут с вами как бы нет смысла даже спорить. Но складывается впечатление, появляется впечатление, что как будто бы эти геостратегии, не знаю, давайте я их проще буду называть, там Си Диньпин и Джо Байден, могут заглянуть в будущее и написать идеальный сценарий, как поделить мир. Мне кажется, что мы забываем историю Советского Союза, который тоже распадался, это тоже никому не хотелось, это мы тоже пытались противодействовать и так далее. Но что-то пошло не по плану. Можно ли сейчас предположить, что тоже и Америка, и Китай не могут просчитать все ходы наперед? Вы знаете, наверное, вы помните или слушали, слушатели ваши, в прошлом году я озвучил дату, что раздел мира начнется конец февраля, максимум 15 марта. Что же произошло? Дело в том, что 24 февраля Китай выступил с инициативой мира, а 20 марта в Москву прилетел Си Цзиньпинь. То есть у вас без меня, слава богу, там пачками пропагандистов. В этом вы правы. Второй вопрос о том, что уже пошло не по плану. И вот тут вы правы. По логике, так скажем, контактов и международных заявлений планировалось, кстати, было подтверждено американской, китайской стороной, планировалось в начале июня, организовать встречу Байдена и Си Цзиньпиня. Но вы видите, что в ходе этих процессов даже господина Блинкена не принимали. И сейчас последний визит, значит, мадам Доллар, директор ФРС, и до нее визит, условно говоря, господина Блинкена, его 7-часовой, 10-часовой переговоры, они дали теплую надежду, что возможно в начале декабря встретиться с Си Цзиньпинь и Байден. То есть, когда слово есть «возможно», то есть есть определенные договоренности, которые мы с вами не знаем. Мы можем только гадать на кофейной кущей. Одним из них является, например, заморозка украинской войны. И много договоренностей, которые для нас остаются в секрете, в тайне и так далее. Но с государственной точки зрения, наверное, это и правильно. Так и должно быть. Но то, что идет не по правилам, да, это оттянулось. Будет ли в начале декабря опять эта встреча? Ну, не знаю. То есть я не могу сказать. Потому что это такая маленькая-маленькая теплая надежда. То есть не было того серьезного уровня подтверждений и заверений, что эта встреча состоится. Да, мадам Доллар заявила, что очень много было преград или проблем между Китаем и США. И эти две крупные державы должны взять на себя ответственность перед человечеством, не разрушать мир. Это не просто слова. То есть определенные преграды, определенные противоречия между ними или смягчены, или отложены, или решены. Но в декабре мы к этому увидим. Я хочу сказать, что вы знаете, все организации, все структуры много вещей могут планировать. Но никто не знает, на что способен Сын Господь Ильич. Тут, насколько я понимаю, можно сделать вывод, фикрет, что вы подходите к тому, что и Россия, она уже утратила свою доминирующую такую позицию. То есть мы же раньше говорили о том, что военный преступник Путин любит говорить о многополярности. Но даже вы в каждой теме говорите о разделении мира, где нету третьей стороны, четвертой стороны. Вот две стороны. Это Байден, на си день пили, еще раз я повторю. А что тогда происходит с Россией? Ну то есть то, что сейчас идет борьба за наши территории и за то, чтобы украинцы потеряли право на существование, да, то есть это же не просто там нас оккупировать. Нет, в идеале нас должно не существовать. А что происходит с Россией, она на сегодняшний день, и их режим, и их правительство, и их люди, какую роль они в таком случае в этой игре отыгрывают? Знаете, ситуация у России тяжелее, чем у вас. Несмотря на то, что она системно физически вас истребляет, потому что у вас есть своя территория, своя родина, своя страна, вы ее защищаете. У России есть интересы, кроме самой России. То есть потеря Украины, потеря Белоруссии, потеря Казахстана, потеря Южного Кавказа. Это бумерангом обязательно вернется, значит, в Россию. Это постимперские фобии. Это боли России. Потому что великая держава в их понимании теперь сейчас скукуруется до уровня, что она, ну, условно говоря, не может справиться с кахлами, не может решить свои вопросы с озерами в Карабахе и так далее, и так далее. То есть из ее рук выплывает то, что для нее, где она была доминант. Я думаю, что процессы, которые стали необратимы в России, они многолитки, многогранны. Одним словом, невозможно объяснить, но я хочу сказать, что наличие олигархов там похуже, чем у вас. Если у вас рестораны работают, то у них олигархи управляют страной. В вашем случае олигархи в тени. Вот. А там олигархи на виду. Поэтому интересы олигархов, они расползаются с интересами государства. Начинается брожение в армии. Это вторая проблема. Третье. Начинается борьба за престол. Борьба преемника. Чем она закончится для России, тоже предсказать тяжело, но, как вы правильно иногда ссылаетесь на историю, самый опасный бунт это русский бунт. Самый страшный бунт. И плюс, если учесть, что в России очень много ядерных боезапасов. Не надо никогда сбрасывать со счетов то, что Америка тоже имеет ядерное оружие. Она такая сильная. Она не даст, чтобы ракета не взлетела. В каждой стране есть свои дураки. И это опасно, потому что на этой земле все живут. И Си Цзиньпи, и Байден, и Олено, и Фикре. Поэтому, исходя из этой концепции, вот этот проект проект или программа «Петля удава», она должна медленно давить или задушить Россию. И это нужно делать деликатно, осторожно, даже если за это погибают азербайджанцы в Карабахе или украинцы на своей земле. Вы сказали, Фикрет, вы вспомнили о том, что, конечно же, в Украине действует пропаганда. И понятно, для чего. Я думаю, как раз вы вспоминали пример Азербайджана. То есть для полной консолидации общества многие вещи такие нужны. Но это не мы придумали фразу о том, что Украина – форпост Европы. Упадет Украина – упадет Европа. Это говорят в самой Европе. И не только там поляки или прибалты. Это говорят в Америке. Когда мы говорим о безопасности и о том, чтобы вернуть все наши территории, ну, по крайней мере, публично, я прекрасно понимаю, что публично политик не всегда может сказать то, что думает на самом деле. Но все выходят и говорят. Выход на границу 1991 года, возвращение всех наших территорий, репарации, наказать военных преступников и дальше по тексту вы все это прекрасно знаете. Что из этого вам кажется самой большой ложью, во что вы не верите из того, что сказали не украинцы, а вот сказали в частности и нам на Западе? – Все. Все ложь. Кто обеспечит вам границы 1991 года? Франция, которая до сих пор торгует с Россией? Или Германия? – Мы сами. – А каким способом? Подскажите, пожалуйста. – Это западное вооружение, это западные технологии, это спутничные данные. – Проблемы между НАТО и Европой произошли от того, что, условно говоря, Байдена, Трампа, от того, что они должны были повысить до уровня 2% увеличение на финансирование НАТО. Они повысили? Нет. Им удобно и уютно, они торгуют и деньги делают. Зачем им защищать, если этим занимается НАТО? Так вы будьте готовы к тому, что как только закончится консолидация НАТО против Китая, не против России. Против Китая. Россия – это промежуточный этап. Она просто… Ну, я думаю, что 28-29 год она уйдет из Европы. И мы бы с вами посмотрим, кто будет ее защищать. Они не будут защищать. Это раз. На вторых, если они хотят, чтобы Украина их защитила, так что же они вам не помогают? Разовые отправки трех каких-то ракетных систем – это не системная помощь, чтобы вы победили. Почему вашу экономику, когда вы ведете войну, должна финансировать Америка? А где ежемесячные отчисления? Ежемесячные системные отчисления бюджета Франции? Где ежемесячные отчисления бюджета Германии? Если для них это страшно, для них это опасно, а вы являетесь, так скажем, тем плацдармом, который их защищает, так почему же они вас не ценят? Поэтому я считаю, все это ложь. Мы на своей спине, на своем горбу всю эту ложь 30 лет кушали сполна. Как мы знаем, в истории Азербайджана у вас есть Турция, которая протянула руку помощи во многих аспектах и так далее. Но в то же время, фикрет, люди, которые нас спорят, они всегда могут сказать, смотрите, ведь по состоянию на 23 февраля 2022 года, когда нас действительно все бросили, сказали, что война будет, а дальше деритесь сами, нам присылали то, что называется партизанское вооружение. Ну, то есть сейчас это крайне больно и горько вспоминать, но даже это помогло нам выстоять и уничтожить танковые колонны, которые подходили к Киеву и не только. Дальше эта спираль начинала закручиваться, потому что, ну, никто не будет вкладывать деньги в аутсайдеров, того, кто сдастся через неделю, да, как можно прислать сюда танки, если они попадут в руки Российской Федерации. Вы правы, когда говорите о суммах, вы правы, когда говорите о количестве, но с другой стороны они всегда скажут, а чего вы сами не развивали свою систему безопасности. То есть это аргумент против контраргумента. И вы же видите, как вот сейчас Бен Уоллес, и не только он, он говорит, ну, как бы будьте благодарны, у нас нет других партнеров, мы нам не из кого выбирать, мы берем то, что у нас есть. Я думаю, что он 250% вам брат. Давайте разобьем ваш вопрос на две части. Что касается Турции. Турция нам братская страна, но это не значит, она нам помогла в 93-м году. Нам нужен был вертолет, нам его не дали. Вы заблуждаетесь. Как сегодня Польша, условно говоря, взвинтила цены для того, чтобы обслуживать западную технику для Украины. И немцы отказались от финансирования этого проекта. Я надеюсь, вы знаете. Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном и Турцией это историческая роль личности и плюс системная работа со страной. Если вы этнически одинаковы, это не значит, что вам будут помогать. Потому что помогать вам, это где-то наносить ущерб себе. Вы должны об этом понимать. И готовы ли к этому Польша, Словакия, Словения, Чехия? Вот вопрос в чем. Значит, если, учитывая ваше этническое происхождение и ваша близость, они вам пока думают помогать или нет, то я считаю, это недоработки официальных лиц Украины. Это первый вопрос. Второй вопрос о том, что сказал Бэд Уэллс. 250% прав. Почему? У них есть очень много вопросов к вашей власти. Я сегодня дал пять интервью. Шестое интервью. То есть повторять одно и то же не хочу. Люди могут посмотреть на мою YouTube-канале. Там очень много вопросов о коррупционной состоянии вашей страны. Очень много вопросов к тому, что даже за время войны, получая ежемесячно 3 миллиарда, сейчас это стало намного меньше, на начальном этапе войны, 3 миллиарда, а вы даже не построили завод по производству патронов. Вы даже не построили так называемые цеха, где вы могли ремонтировать свою технику. То есть вопрос, ребята, чем вы занимаетесь? Если идеологически вам навязали идеологию, что украинцы эксклюзивные, особая нация, она защищает европейские ценности, и мы как Европа должны Украине вот это все делать. Но они же говорят так, ребята, мы вам на начальном этапе помогли, но вы хоть нам покажите что-то вы для себя что сделали. Это раз. Второй вопрос. Визит директора ЦРУ. Вот этот скандал с золотыми яйцами для Министерства обороны. Разве в Украине не понимают эти мягкие месседжи о чем? Почему не раскрывают всю картину? Потому что у вас война. Нельзя разрушать вашу политическую конструкцию. Нельзя уничтожать государство Украины. Потому что вам будут сейчас помогать, чтобы вы не проиграли. Это не означает, что вы должны выиграть. Понимаете? Поэтому я думаю, что любая война и наша Вторая Карабахская война, она в первую очередь зависит, за нее отвечает сам народ и само государство. То есть мы научились делать бомбы, мы научились производить патроны, мы научились производить много-много чего. Нам никто, даже против нас были санкции. Вы еще в лучшем положении, чем мы. Вам не только санкции на вас не накладывают, вам еще предоставляют. То есть я хочу сказать, вам Бог в руки принес возможность организовать у себя, так скажем, свою независимую систему хотя бы минимального самообеспечения армии. Вы знаете, сейчас власть очень легко критиковать. Ну, я сказал, я считаю, что это упущение. Я считаю, что как минимум незнание государственного управления страной и проблема с людьми, которые отдают в себя отчет, что такое государство, в каком кресле они сидят и куда должно идти украинское будущее государство. Ее национальная идея, ее экономическая политика, ее военная безопасность. Ну и самое страшное, самое ужасное – положить конец этой войне. На эти вопросы, к сожалению, я пока ответа не вижу. То, знаете, у нас в Фикрет очень часто бывают гости, военные эксперты, журналисты из Израиля. И их пример или их история, вот она как раз то, что вы описываете. То есть они же тоже начинали, не знаю, сколько это честно говорить, такими боссами. И тоже многое, чем им запрещали. И у них ничего не было. И десятилетия ушли на то, чтобы они развили свое. Сегодня они получают помощь, но эта помощь совершенно не означает, что забери ее, упадет Израиль. Это очень важно. И я в своих эфирах для нашей украинской аудитории тоже всегда говорю, что нам тоже нужно обязательно выстраивать систему личной безопасности. И вы правы, что это очень странно, когда в России сейчас они заканчивают строительство завода по сбору беспилотников. Мы пока ответить чем-то таким же не можем. Ну и повлиять напрямую на нашу власть мы тоже не можем, потому что война накладывает на нас множество ограничений. Я слышала ваши комментарии, очень скептичные касательно, и тем более вы сейчас сказали, да, что нам во всем углу, потому что политика. Возвращение наших территорий, когда мы говорим о том, что уже более чем 8 лет, 9, полуостров Крым не с нами, территория Донбасса не с нами. Там есть несколько факторов. Первое, это то, что все это превращено в такие военные объекты, крайне сильно укрепленные и сложно их будет возвращать. Второе, это ментально, конечно, мы отдаляемся. Ну и третий, это политический вопрос. Никто никогда не скрывал, что, по крайней мере, в Крыму, то, что называется Кащеевая игла военного преступника Путина, да, и как его возвращать, учитывая, что он всегда говорит, что вот эту территорию мы не отдадим точно. Викрет, как вы себе представляете возврат этих территорий? Давайте тоже постараюсь по частям выделить ваш вопрос и на них по частям отвечать. Первое, если вы говорите о беспилотниках, вот, например, семья президента Эрдугана, это практически высшая элита, я имею в виду политическая элита, она заявила Наталья Масичок в интервью Халук Байрактар, что в Украине у него попросили 10 миллионов долларов взятки. Это же не огульное обвинение людей из высшей политической элиты Турции. Вопрос, кого нибудь арестовали, завели уголовное дело, посадили, это первое. То есть, это бизнес, они будут зарабатывать, но никто же этого не делает в вашей стране. Я опять говорю, может быть, 5-10 компаний, это первое. Отсутствует политическая ответственность, отсутствует юридический контроль и самое главное, во время войны, любая вещь, начиная от того, чтобы специально осознанно испортить продукты питания для солдат, должна караться по статье «Измена Родине». Понимаете? Другого не должно быть. Это первое. Вторая тематика по Крыму. Вы знаете, вот украинское общество с 2014 года по 2022 год, как оно монолитно, системно требовало возврата Крыма? Так у вас же русские каналы или пропагандирующие, так скажем, российскую идею, они работали вплоть до первых полгода войны, мне так кажется, я могу ошибиться по времени. То есть я хочу спросить, дорогие, а вы требовали Крым? Если вы его не требуете, кто вам обязан его принести на блюдечке? Вы разработали концепцию, как вы ее будете забирать? Вы разработали концепцию, как ее будете развивать? Потом там люди, многие остались, ну и опять вот, без средств, они заложники. И у них выбора нет, даже на дорогу не было. Они приняли российское гражданство. Вы можете по-разному к ним относиться. Предатели, коллаборанты, как хотите. Но или вы их должны от этого выгнать, или вам с ними жить. Нужно придумать систему. Что касается вот этих оборонительных линий, вы знаете, россияне руками армян в Карабахе создали так называемую новую линию, значит, Ирана-Уганяна. Слава Богу, вы умная нация. Обойти эти линии в нынешнем 21 веке это ничего не стоит. Потому что сейчас идет война высокотехнологичная. И как только вы получите доступ к предположим видам вооружения Израиля, США и другим высокотехнологичным, или сами создадите поставить это на конвейер. Я не думаю, что для вас проблема обойти вот эти военные ретуки. Но здесь война побеждается в Россию. Я хочу повторить эту фразу. Может быть, она вас обидит. Россию победить невозможно. У нее ядерное оружие. Россию всегда можно разрушить изнутри. Это самый главный принцип. То, чем сейчас занимаются саксы. Они уничтожают Россию изнутри. Я имею в виду в башнях Кремля. Насколько мы предполагаем, абсолютно все любят сильных. То есть, снова возвращаясь к Израилю, к Азербайджану, к любой истории независимого сильного государства, в какой-то момент ты находишься, являешься очень слабым. Мне кажется, что в 2014 году мы как раз такими были. Когда говорите про российскую пропаганду, ее понемножку вытравливали. Российский канал, конечно, не работали, но нам хватало и своей пятой колонны. Так вот, я скажу вам о своих ожиданиях и о своих надеждах, что сейчас Украина, да, прошло мало времени в разрезе мира, но очень много для Украины. За полтора года, мне кажется, или за 15 месяцев этой войны, мне кажется, что мы все-таки попытались сделать максимум, чтобы нас зауважали. Мы всегда говорим, мы объект или субъект политики. Вот мне сейчас кажется, что благодаря героизму жизни и смерти наших людей, гражданских и военных, мы показали миру, что мы не слабые, что мы не Украина 2014 года, что мы очень гордое, очень сильное государство, готовое на многие жертвы, многое потерпеть, многое дать ради своей победы. А это означает, что в нас стоит видеть вот того самого партнера для себя. Но видят ли его в нас на Западе, да, то есть это тоже мы возвращаемся, это одна глобальная тема этого распределения мира. А видят ли в нас сейчас страну, которая не просто будет жертвой, да, вот мы кинем один украинский народ или кинем Украину для того, чтобы разоружить Российскую Федерацию. Нет, а чтобы вот сказать, нам нужна Украина и нам нужен такой народ. Знаете, не знаю, кто-то из ваших украинских аналитиков сказал прекрасную фразу, что в НАТО принимают страну, не принимают сбровенные силы Украины. И здесь ключевую вещь хочу сказать, что украинский народ, он доказал, что он суверенен. Но украинское государство – это объект политики. Только украинский народ – субъект политики. Он субъективен, то есть он есть. Но это не значит, что украинский народ, который субъект, может править своей страной, вытащить ее из предмета объекта международной политики и сделать субъекта мировой политики. Вот это дилемма внутреннего противостояния, к сожалению, она у вас не решена. Я не думаю в ближайшее время решится, если радикальные изменения внутри страны не произойдут. Недавно зарубежная организация, она ежегодно выставляет свои, у нее свои принципы, я не говорю, что это истина в последней инстанции. Ну, для того, чтобы отвергать, у вас обычно вот эти пропагандисты и на вашем канале, ну, отвергать много же ума не надо. Да, он рептилоид. Все. Для того, чтобы так говорить, нужно противопоставить свою систему. Вот эта организация имеет свою систему вычисления, расчетов и так далее. Она предоставила анализ, он у меня на телеграм-канале есть, по объектности и субъектности государств. Так, значит, в 21-м году, точнее, в 22-м году Украина и Россия скатились вниз, они находятся на грани фейл-стега. Что помогает России быть не фейл-стегом, это ее ядерная дубинка. Что помогает Украине быть не фейл-стегом, это сбросили силы Украины. Но вы на грани. Вот в чем вопрос. Тут вопрос в том, Фитлет, а что делать, чтобы подняться? Значит, когда вы говорите, когда вы критикуете нашу власть, это, знаете, я подумала, что это хорошо, что вы это делаете, потому что, когда мы это делаем в Украине, у нас сразу происходит поляризация партийной принадлежности. О, эти в оппозиции или о, эти при власти. Ну, вы знаете, да, Зелебот, Парахов. Алина, простите, как я критикую, сразу я становлюсь кремлевской консервой. Ясно, но это третье измерение. Ну, да, всем, наверное, нравится невозможно. И мы говорим о том, что для нашей аудитории. Вот Фикрет Шамана, он высказывает свое собственное мнение. Правильное оно или нет, оно авторское. То есть, все. И мы просто прислушиваемся, собираем аналитику. Это тоже важно понимать. Но, тем не менее, когда вы критикуете, вы делаете... Очень здорово. Потому что если бы это звучало от меня, например, то меня бы вот как раз воспринимала наша аудитория очень критично. Значит, Фикрет, а что сделать? Ну, вот я очень хочу. Миллионы украинцев очень хотят, чтобы мы никогда не были в фейл-стейд, чтобы мы никогда не были в подчинении, не развернулись в сторону России, не совершили каких-то глупостей и так далее. Мы очень хотим побороть коррупцию. Мы очень хотим побороть все то, что вы вспоминали, что является для нас очень болезненным, потому что наши люди отдавали последнее на армию не для того, чтобы яйца государство закупало по 17 гривен. Ну, то есть, это однозначно. Какие критерии поднятия вот в этом рейтинге, который вы сейчас вспоминаете? Ой, вы мне задали такую задачу, ответы на которые я не вижу. Наверное, сумасшедший только один ответ. Я сказал на одном из каналов украинских, что от того, что я не вижу выхода, потому что у вас нет времени, у вас война. Если бы у вас было мирное существование, мы бы понимали, что какие-то институты общественные нужно создавать, какие-то, так скажем, форматы там выборов депутатов, местные, региональные, государственные. Это при нервной жизни работает. Но у вас каждый день умирает человек-солдат. Вот в данном случае, я, честно говоря, не вижу рецепта, но это мое право, как варяга, как человека со стороны, сказать одну простую вещь. Чтобы освободить Украину из лап мировой паутины договорника, президент должен передать власть военному. Ну, например, господину Залужину. И не давать возможность, чтобы к власти пришли еще худшие, которые вообще за три копейки продадут страну. Вопрос стоит в том, если у вас действительно военные, заложные, в украинском понимании, они патриоты. Понимаете? Я варяг, я не несу никакой ответственности, я много чего могу сказать. Можно посмотреть, что он дурак. Но это решение украинского народа. Это ваш общественный договор. Вы должны на эти пути. Я вам не доктор. Я просто могу сказать, сидя на диване, свое мнение. Судьба Украины в руках украинского народа. И решение за ним. Не за Америкой, не за Германией, не за Фикретом. За украинским народом. Да, ну пока, судя по всему, Валерий Залужин немножко занят, ему не до политики. И военное время, конечно же, говорит о том и диктует нам, что нету и не будет пока что никакой смены власти. Ну, по крайней мере, вот сейчас в перспективе. Но будет она, Фикрет, как будто бы, да, в Российской Федерации в следующем году. У них все-таки нет войны, да, у них там СВО. И она будет в Америке. Вот я хотела бы вас прежде всего спросить про выборы президента в Соединенных Штатах Америки. У нас был один из гостей, это как раз американский политик, который объяснял внутреннюю кухню США. Он говорит, смотрите, если в Украине все хорошо и на фронтах побеждает вооруженные силы Украины, есть большие результаты, это никаким образом не влияет на рейтинг Байдена. Если, не дай бог, тут все очень плохо, продвигается армия оккупанта Российской Федерации, теряются какие-то территории или нет достижений, это влияет на рейтинг Байдена, потому что ему скажут, ну что ж такое там, ты вроде как поддерживаешь, то поддерживаешь не ту сторону, которая выйдет. Алло, 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 я вас не слышу. Я прошу прощения, это просто интернет, ничего не могу поделать. В общем, что будет влиять на рейтинг Байдена, что ждать и действительно ли ему не нужна скорая победа и хорошие результаты в Украине, чтобы переизбраться, ну или по крайней мере не допустить катастрофы в Америке? Я думаю, что немножко ваш эксперт из США, он немножко привирает. Это первое. Ни о каком рейтинге или решающем рейтинге ситуации в Украине с Россией не может поколебать внутренне политически свои проблемы. Здесь идет борьба за финансирование украинской войны. Вы думаете, и в стане демократов, и в стане республиканцев мало людей, которые хотели бы работать и вести бизнес с Россией. Им Украина не нужна. Понимаете? То есть вам навязывают, что ваша судьба зависит от того, кто сидит в White House. Это неправда. Вы должны навязать, и вы будете навязывать вашу судьбу другим людям. Это первое. Или другим властям. Как вы это будете делать? Это второй вопрос. К сожалению, пока она неудачна. Вы хромаете. Следующий вопрос. А кто вам сказал, что следующим президентом будет Байден? Разве он выдвинулся? Нет. Разве прошли праймеризы? Нет. Я хочу сказать, что вам навязывают вот эту болтологию того, чего еще нету. О чем еще политически или практически не начались движения. Зачем ваши головы, ваше политическое пространство заполняют сказками? Лучше бы они подсказали, если такие специалисты, что сделать Украине, чтобы стать сильной? Что сделать в Украине, чтобы освободиться от других проблем? И в том числе проблем в отношениях США? Мое мнение такое. Ничего нету. Что вы обсуждаете? И это не повлияет на ситуацию с Украиной. Потому что для американцев при Байдене, при Трампе, при Де Сантесе проблема это Китай. Это не Россия. Россия враг по решению НАТО, во что вогнала всю Европу Америка, она для Европы, для НАТО. Это враг для нее. Но для американцев враг это Азиатская, Тихоокеанская регионы, это Китай. Причем тут вы. Вашими руками, как инструменты воспользовались для того, чтобы, я тысячу раз прошу прощения за эту фразу, это политическая американская терминология, чтобы одеть намордник на Россию. Завязали в эту войну, связали ее по рукам, прекратили ее торговлю, свели все ее ресурсы до уровня дисконтной продажи. И таким образом они взяли фактически прямо косвенно с системами, законами, эмбарго, взяли под контроль определенные сферы России. Они потихоньку это увеличивают или усиливают. Причем тут Байден. Вы понимаете, вам навязали страшную вещь, что вот Байден утром просыпается и спрашивает первым вопросом, что в Киеве? Украинцы выдержали? Так это же ерунда. И я хочу сказать, что никогда не верьте, когда вам извне привносят другую повестку. У вас одна повестка, как победить, а не как Байден встал, поспал, в туалет сходил. Это не ваша проблема. Это их внутренняя кухня. И в Америке принимаются законы, системы работы государства. Там есть Байден, нет Байдена. Они работают системно. Вот Трамп хотел вывести американские войска из Сирии, заявил. Смог он их вывести? Не смог. Вывел какую-то часть, остальное осталось. Хотя он во все трубы кричал, что я выведу. То есть я хочу объяснить. Менеджеры, которые получили полномочия на управление Соединенным Штатом Америки, не всегда все решают. И это не ваша проблема. У вас номер один. Как одержать победу? Больше ничего. Все должно работать на вас, для вас, для вашей победы. Другой альтернативы нет. Какое вам дело, что сел утром Шольц, как выпил вино Макрон и как выспался Байден? Это навязывание вашей внутренней политической кухни, сведение к созданию ситуации, что я прошу прощения у всех, что вы дебилы и вы зависите от какого-то зарубежного или заокеанского дяди. Это не так. Вы же показали, что вы являетесь, условно говоря, не объектом, а субъектом. Я имею в виду народ. Оказалось, что он субъект права, субъект мировой политики. Так продолжайте это дело. Не надо на них смотреть. Пусть ваши дипломаты, ваше политическое руководство выбивают патрон за патроном, доллар за долларом для вашей страны. Вы становитесь сильнее, вы укрепляетесь, вы побеждаете. Просто я этой перспективы в Украине пока не вижу. Я вижу народ, субъект народ и вижу объект правительства. Да, но, секрет, будем не забывать, что все-таки мы не можем не поинтересоваться настроением и самочувствием Джо Байдена, потому что именно этот человек, мы не собираем на заводе Антонова F-16, F-35, мы ничего там не собираем. Поэтому от его решения, от его настроения, от того, что происходит, и в Украине в том числе, зависит, а что будет дальше. Для того, чтобы двигаться дальше, побеждать на украинских фронтах, где все еще находится вражеская российская армия, мы зависим, потому что они нам дают. Или не дают это КАМСы, или говорят, что самолеты будут в следующем году. Поэтому, с одной стороны, как бы, да, вы абсолютно правы, все зависит от нас, мы там сильные, мы сами все это должны решать, дипломаты должны выбивать, но в то же время мы смотрим через плечо, потому что все еще мы это ждем. И здесь самое главное, и с нотки, я не буду там спорить ни про намордник, ни про все остальное, как используется Украина, потому что, наверное, войну можно было бы закончить в прошлом году, но она не закончилась. Можно было ее и не начинать. Можно было, абсолютно верно, да, то есть для этого были все способы. Поэтому, да, да, я понимаю, и это не вы первые, кто сказал о том, что нашими руками как раз вот жар загревается, да. Но здесь вопрос в том, что украинцы большая нация, но мы все равно можем закончиться. Да, это вот то, что совсем недавно усаливано спрашивали, что вы же понимаете, вы либо сейчас скажите, что нашим детям маленьким уже готовятся к следующей войне, либо что-то делаете. Тут вопрос в том, а видите ли вы перспективы того, что весь тот план, который, скорее всего, там существует по усмирению Российской Федерации, по тому, как ее там разбирают на части, по дисконту она все это продает. В общем, чтобы война закончилась. И меня здесь интересуют не договоренности, не планы капитуляции, не корейские сценарии. Меня это не интересует, потому что это не интересует нашу аудиторию. 80, больше 80 процентов опрошенных украинцев сказали, что мы боремся до конца. Но очень хочется, чтобы это все-таки не было до конца, до последнего украинца. Вот опять я разделю ваш вопрос на несколько частей. Вы знаете, если вы будете считать, что вы не собираете Антонов или там F-35, а Турция участвовала в программе F-35. И что? Байден говорил, мы Турцию не выкинем, они наши друзья. Турки перевели деньги за F-16, они их не получили. И это не Байден решает. Это первое. То есть, опять говорю, здесь должна быть ваша доктрина, когда они нуждаются в вас, а не вы в них нуждаетесь. Это ваша стратегическая ошибка такого понимания мира. Заставьте, чтобы вас уважали. Пустить до Польши? Я имею в виду американцев. Так это надо тогда россиян пустить до границ Польши, чтобы они стояли там. Поверьте, они там стоять не будут. Польша-то далеко от Америки. Это не граница США. Это не граница Мексики. Вы слишком просите за мой французский наивно думать о политике. Это не так. Это интересы Польши. Это интересы Европы. Сказку придумали. Вот если что-то с Польшей произойдет, это имиджевый урон США. Сколько этого имиджевого урона США было? Что-нибудь случилось с Америкой? Кто-нибудь ей перестал доверять? Или кто-нибудь перестал с ней сотрудничать? Ну вот японцы все время хотели выдавить американские военные базы со своей территории. И там были скандалы, секс, значит, солдат морской пехоты с малолетними девочками, японками. Уголовные дела, преследования выдавили? Нет. Сейчас Япония двумя руками хватается за американцев. Она говорит, давайте размещать еще ракеты дальнего действия. То есть я хочу рассказать, что мир, когда у тебя выбор, или тебя убьют, или ты станешь, ну, с кем-то сильными, тебя будут защищать, он определяется твоим месторасположением в миру для сильного. Так вот, вы станьте сильными, чтобы вас считали себе союзником или вынуждены были вас защищать. Это, опять говорю, по глобальной политике. Что касается по поводу последнего украинца, я думаю, что петля анаконды – это война на истощение. Я понимаю, что это цинично, это плохо, это бесчеловечно. Но, к сожалению, эта политика, она так и состоит. Да, это война на истощение. Кого как и каким методом – это второй вопрос. И самое страшное, я сегодня говорил, то, что вам передали вот эти новые бомбы, я считаю, это преступлением, даже если вы начнете их применять. Потому что у нас, во второй Карабахской войне, русские передали эти кассетные бомбы армянам. Они бомбили наши мирные города далеко от линии фронта, например, город Барда. Есть программа CNN, вы можете посмотреть, это там все показано. Мы-то не бомбили, потому что, возвращаясь в Карабах, это наши земли. Но то, что сейчас там происходит, минное уничтожение населения. Вы представьте себе эти кассетные бомбы, 70% не разрывается. То есть ваши дети, ваши внуки станут инвалидами. Это мой гражданский долг сказать, ребята, не применяйте. Вы и так победили. Политически победили, ментально победили. Теперь осталось это закрепить военным. Это вопрос времени. К сожалению, плохая фраза Медведева, денег нет, но вы держитесь. Да, снарядов будет меньше и меньше. Но я не говорю, что держитесь. Я уверен, что вы победите. Это вопрос другой. Но смотрите, победа будет не той, которой вы думаете. Я не раз об этом говорил. Победа будет не та, которую вы считаете нужной. Вас доведут до той кондиции, когда вы будете говорить, слава Богу, что вот это у нас получилось. Большего нам не надо. Нам нужен покой, мир и развитие. Поэтому война в долгую, это война на истощение. И в том числе Украину. Я думаю, что будущее, чем закончится война и какая будет украинская победа, это сейчас сложно прогнозировать. И я, с одной стороны, фикрет понимаю, когда вы говорите о кассетных бомбах, боеприпасах, это то, о чем говорит собственно западный мир. А с другой стороны, заминирование, а что? А что там осталось? А что не заминировано? И я всегда, знаете, когда думаю о трагедии в Бочи, ведь кто-то погиб в начале оккупации, а кто-то погиб за два, за три часа до того, как туда вошли вооруженные силы Украины. И я знаю, что для наших военных очень сложно было, когда они находили тела застреленных, замученных, изнасилованных. Это то, что они не успели. И вот мне кажется, что если кассетные бомбы, боеприпасы, они выпадают из рамок гуманности, то, по крайней мере, я очень надеюсь, что это сократит путь к Д-оккупации освобождению наших территорий. Я не знаю, как правильно. Никто не знает, потому что такой войны, даже если мы вспоминаем с вами Карабах, даже если мы вспоминаем с вами то, что случилось с вашей Родиной, это все равно по масштабам, наверное, не совсем то. И только сейчас мы пользуемся и используем разные методы. Потом посмотрим, наверное, только на расстоянии, через какое-то время будет понятно, где мы ошиблись и какие решения приняли правильно. По крайней мере, враг нам не оставляет места для гуманности. Как-то так. Уважаемая Малена, мы пережили свою бучу, она называется геноцид Ходжилы. Там были споротые животы, беременные женщины. Про изнасилованных, про убитых я не говорил и про детей тоже не говорил. Это сделала совместно армяно-российский полк, 366-й полк. Ваши украинцы наваляли, они у вас участвуют в войне. Наваляли. Но Карабаха наша земля. Мы туда придем. Зачем нам, нашу землю, засорять кассетными бомбами? То есть самим себе выкапывать гробы? Армения заминировала все, что было в Карабахе, все, что можно. У нас ежедневно там взрываются люди. Вчера пастух взорвался. Позавчера взорвался человек, который мед там, как говорится, создает. Я просто хочу сказать, что если территории, которые вы хотите освобождать в вашем плане, ментально, они ваши, их засорять не нужно, потому что вам туда возвращаться. Вы не знаете, это не минные карты, это кассетные бомбы. И самое страшное, вот те ужасы, которые вы переживаете, может быть, вам сейчас трудно ответить на них, потому что вы находитесь в шоке, условно говоря, или в жесточайших условиях ежедневной войны и потери близких. Мы приходим, в себя 30 лет. Я не скажу, что мы пришли в себя. В моем поколении мы еще не забыли, Ходжалы. Я думаю, что и ваше поколение не забудет больше. Но гуманность, она нужна вам, чтобы вы жили. Другой альтернативы для развития, для существования нет. Мне так кажется, понимаете, при всех условиях, которые сейчас появились на линии фронта, там наша армия и так далее, мы опять говорим, протягиваем руку. Давайте мирно заключим договор. Мы можем сейчас просто стереть, но мы этого не делаем. Нам не нужен мир ради сиюминной победы. Мы можем гарантировать мир гриванша в следующие 100 лет, 200 лет. В этом заключается сила победы, а не на поле боя. На поле боя арти важно, но это в вашей ментальности, это в вашей силе воли жить с той трагедией, с тем геноцида, но быть выше этого. Создать себе не десятилетний, пятилетний, трехлетний мир. Создать себе стратегический мир на 100 на 200 лет. И тогда вам придется принимать решение, какая Украина, в каких границах вам нужна. Потому что борьба великих империй, и в том числе на территории Украины, не мне вас учить. Сколько столетий проходит? Она еще будет так же дальше продолжаться. Рано или поздно вы должны положить конец этому геноциду украинского народа. Сколько столетий? То польско-литовское, то мадьяры, то русские, то, не знаю, крымское татарское ханство. Вы должны в конце концов этому положить конец. Или вас следующие 100 лет будут так же и так же убивать. Поэтому пусть ваши умные люди, ваши интеллектуалы, ваше правительство соберутся и скажут, ребята, как положить конец войнам на территорию Украины? Как положить геноцид украинскому народу? И сейчас нужно принимать решение. Иначе за вас его примут. Это, наверное, идеальная мысль, Фикрет, чтобы оставить три точки и наедине, пускай каждый наш зритель, да, для себя, украинцы, ответят. Я могу сказать, что для меня, наверное, формула самая простая, потому что все, все прошлое столетие, современная история, которую уже я застала, к нам приходит один и тот же палач. Это россияне, поэтому для меня ответ очень прост. Чтобы положить конец, нужно убить всех русских. Ну, не знаю, это может быть метафора, да, может быть, не в прямом смысле, не думайте, что там все мы жестокие и коварные. Убить, не знаю, желание приходить к нам, убить силу, убить мощь, убить армию, как угодно. И вот мы над этим и сейчас работаем, но это, не знаю, моя визия, а наши зрители, я думаю, что тоже для себя решат. Фикрет, спасибо большое за этот разговор. Он очень непростой, но вот эта визия со стороны, она очень интересна. То, как вы мыслите, то, как вы видите все, что касается и Украины в том числе, я думаю, что для наших зрителей это было очень полезно. Было невероятно при этом с вами познакомиться. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Спасибо, Алина. Желаю вашему каналу просветания и развития. Желаю вашим зрителям, как у нас на Востоке говорят, мир дому вашему. Спасибо большое, Фикрет, и, конечно, все это взаимно. Спасибо за ваше участие. Всего доброго, друзья. Фикрет Шабанов у нас был сегодня в гостях. И еще раз я напоминаю, что чаще больше Фикрет Шабанова, невероятного эксперта, можно видеть на его собственном авторском YouTube-канале. А как его найти, спросите вы. А я вам отвечу как раз у нас в описании к нашему стриму. Ниже окна трансляции мы оставили ссылку. Поэтому, друзья, обязательно я настоятельно рекомендую вам перейти и подписаться. И, конечно, не забывайте оставлять этой трансляции, этому стриму свой лайк для его поддержания. Напоминаю, что именно так мы расширяем и завоевываем еще большее количество аудиторий, чтобы люди слышали правду, альтернативную информацию. Все это очень важно. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова лайф и оставаться вместе с нами. Если вы русские и хотите получить разрешение на государственную тайну эстонской республики для работы, готовьтесь к многочасовым неприятным собеседованиям в Каппо. Да, я так понимаю, что это сейчас как перерассказ, история того, а как теперь относятся к россиянам за границей. Друзья, это, кстати, был очень прекрасный пример. Я напомню, что теперь вы можете финансово поддержать развитие YouTube-канала Курбанова лайф с помощью суперчата, супернаклейки. Это был идеальный пример того, как это будет выглядеть. Все подробности находятся, конечно же, в чате. Напоминаю, что функция недоступна для Украины пока или навсегда. Но, тем не менее, все остальные наши счета, это PayPal и Patreon, вы всегда можете найти в описании к этому стриму. Не забывайте на главной странице нашего YouTube-а кнопка «Спонсор ваты» как альтернативный вариант, как вы можете воспользоваться функционалом самого YouTube и нас поддержать. Ну и, конечно, QR-код, который тоже ведет на один из наших счетов как мобильный и простой способ перейти и нас поддержать. Он появится в нижнем окне нашего экрана, в нижнем углу нашего экрана. И, друзья, не забывайте, конечно же, про то, что больше информации оперативное и важное видео без цензуры. Все это вы можете всегда найти в Телеграме Курбанова, где вся моя команда 24 на 7. Мы работаем над тем, чтобы на одной площадке вы могли найти все необходимое. Ну и самое главное, наверное, это то, что я не имею права вас отпускать, не напомнив, что у нас в секции видео лежит свежий выпуск российской антипропаганды, кринжатины, лжи, того, что они выпускают каждый день на своих пропагандистских ток-шоу. Мы собираем все самое интересное, анализируем, ну и выдаем, конечно, альтернативные отношения ко всему каналу. Во-первых, чтобы держать руку на пользу. Во-вторых, для хорошего настроения. Обязательно, друзья, не забудьте посмотреть, ну и откомментировать все, что вы увидите. Ну а сегодня я благодарю вас за то, что вы были вместе с нами. Спасибо за ваше участие, за ваше присутствие. Берегите себя, берегите Украину. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok